ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ Что нас ожидает в ближайшее время, я предлагаю в этом видео быстренько разобрать, что же конкретно разработчики для нас приготовили, ну и меня лично, честно говоря, больше интересуют халявы, новые танки и подобные вещи, а не просто изменение внешнего вида машин, хотя и это тоже довольно-таки прикольно. Ну что, давайте будем начинать, периодически будем ставиться на паузу, ну и, соответственно, обсуждать то, что видим, я буду рассказывать свое мнение, ну и делиться информацией, которая у меня есть. Итак, погнали. Для начала будут новые внешние виды для ряда машин, в частности, с густой растительностью на башне. Не знаю, в чем прикол, но вот так вот разработчики решили, скорее всего, вступаем в партию зеленых для того, чтобы можно было за зеленуху потопить. А вот здесь, ребят, начинается интересное. На ваших экранах новый тяжелый танк 10 уровня, дерево Италии, которое будет называться Риночеронте, если я правильно прочитал по-итальянски, в переводе, если проще, то носорог. Что собой представляет Риночеронте? Это машина с довольно неплохой броней, хорошим точным орудием и, как вы видите, это будет, точнее, даже не дерево, а отдельная ветка в сборной Европы, которая будет стартовать, начиная с 6 уровня, ну и, соответственно, идя до десятки. До сих пор, кстати, неизвестно, из чего конкретно будет данная ветка состоять. Это будут тупо все тяжелые танки или все-таки у нас будет возможность поиграть сначала на средних танках, а потом уже на тяжелые переключиться. Я бы хотел, чтобы все-таки со средняков начинали. Ну а вы пишите свои комментарии обязательно с мнением на данную тему, что лучше, когда вся ветка исключительно соответствует десятке по своему классу техники или все-таки интереснее, когда играешь на разной технике. Вот такая вот новость. Я, честно говоря, в шоке, потому что думал, что либо вот сюда вот в Германию, либо в Китай добавят легкие танки, но нет, ребята. Оказывается, нет. Оказывается, вот вам, пожалуйста, тяжелые танки, которых никто не ожидал. Что касается вот этого вот. Это у нас новый легендарный внешний вид на такую машину, как СМВ, ЦС-64, девятка. Не знаю, почему разработчики взялись именно за девятку. Я ожидал, что будет новый внешний вид на восьмерку, допустим, но ее и так добавят, потому что грядет новый батл пасс нового месяца, и там на какую-нибудь из восьмерок все-таки новый внешний вид завезут. А здесь решили взяться за девятку. Непонятно, зачем добавили ей вот этот вот кран на рубке, который постоянно показывают. Не знаю, может, это какой-то типа новый обвес, который будет исключительно на этой машине. Но на меня впечатление, честно говоря, не производит никакого. А вот что касается Кобры, то Кобра действительно выглядит, ну, в край круто в своем обновленном внешнем виде. Машина просто бомба, просто имба. Здесь вопросов никаких не имею. Что касается вот этого товарища, я вообще не понимаю, кто это такой. Серьезно. И мне кажется, что разработчики все-таки немножко перемудрились внешним видом, со всеми этими разлетающимися камнями, как на французе. При выстреле все это дело расходится в разные стороны, так как будто бы у вас огромное количество переломов черепа, и во время сотрясания череп расходится, а потом сходится обратно. Не знаю, мне как-то не заходит. Что касается обновления внешних видов для других машин, для французов, немцев, для танков Советского Союза. Да, окей, я за то, чтобы машины менялись, за то, чтобы они преображались, за то, чтобы в игре было бы действительно поинтереснее и покрасивее, да и было чему глазу зацепиться, точнее за что. Но опять-таки, все вот эти вот улучшения приводят к тому, что всякого рода техника наша, типа ноутбуков, компьютеров, телефонов, очень часто начинает все это дело не тянуть или тянуть с трудом, и мы все равно уменьшаем качество графики на минимум. Поэтому, с одной стороны, вроде бы классно, хорошо, а с другой стороны, и не сильно-то и круто. А вот здесь, ребят, вторая интересная штука. Почему вторая? Потому что первая была новость в отношении нового тяжелого танка в ветке Италии. А что касается второй новости, то здесь, ребят, у нас ивент. Ивент непростой. Ивент, скорее всего, ребят, частично донатный, потому что я сомневаюсь, что такую награду, как великолепнейший Elephant, а именно он будет у нас главной наградой здесь. Здесь это новая коллекционная машина, ПТХ 8 уровня. Кто-то скажет, что это не что иное, как просто полная копия нашего всеми известного Фердинанда. Но я вам хочу показать следующее, и вы поймете, почему те люди, которые будут так говорить, неправы абсолютно. Дело в том, что Elephant я захотел прям до безобразия. Мало того, что потестив его, так еще и когда я увидел разницу по ТТХ, я понял, что Фердинанд просто нервно курит в стороне. Обратите внимание, что ДПМ у нас на 700 единиц выше, чем у проходной машины. У нас выше пробитие. Да, немного, там буквально на 2 миллиметра, но все-таки присутствует. У нас, пускай меньше альфа, но, ребят, с таким ДПМ я лучше буду меньше альфы забрасывать. И все благодаря тому, что время перезарядки составляет базовых 16,5 секунд с учетом досылателя. Тогда, когда у Фердинанда 10,11. И это действительно просто умопомрачительная разница. Практически в 2 раза. Что касается количества выстрелов в минуту, то 6 выстрелов у Фердинанда проходного против практически 10 выстрелов у Элефанта. Что касается сведения, разброса, эти вещи необходимо заценивать в бою, но, поверьте мне, играется тупо одинаково. Что на одном орудии, что на другом орудии. А это говорит о том, что вы играете с тем же самым уровнем комфорта, что на Фердинанде, у вас ничего не меняется. Но при этом вы можете гораздо больше. Также стоит отметить, что у машины добавили, просто круто добавили скорости. Плюс 35 вперед против 30 у проходной версии и плюс 14 назад против 10 километров у проходника. Что существенно позволяет вам быстрее откатываться назад, да и в принципе вперед катиться, занимая какие-то игровые позиции. Что касается доходности, на данный момент официальной информации нет, но фармерам данная машина однозначно не будет. Эта машина будет исключительно для получения удовлетворения. Ну а что касается прохождения данного ивента, я думаю, что в ближайшее время мы все узнаем. В частности, на прямой трансляции Wargaming, которая уже запланирована. И там нам, поверьте, все докладно объяснят, что чего стоит. Ну и в частности расскажут, что находится вот в этом контейнере. Как я понимаю, скорее всего в этом контейнере с какой-то минимальной вероятностью, где-то в районе там 1,5-3% будет лежать сам Elephant. Для тех, кто не может забрать себе машину просто вот отсюда, попотев и скорее всего немножко чего-нибудь вложив. Почему я говорю, что скорее всего вкладывать что-то придется? Потому что здесь есть вот такие вот три атрибутика, которые ну уже очень сильно напоминают мне вот эти вот все монетки и подобные вещи, за которые мы что-то получаем, открываем и тому подобное. Что это конкретно будет пока точно неизвестно. Но то, что Elephant стоит того, чтобы его попытаться забрать, это уж однозначно. Ну и в принципе я думаю, что на этом основные новости заканчиваются. И как показывают сами разработчики, coming soon. То есть скоро, ребят, мы это все увидим. Чего я хочу попросить от вас? Я очень хочу попросить вас подписаться на мой канал. На моем канале быстрее всего выходят обзоры на все, что в игре появляется. На все рулетки, на все контейнеры. Да в принципе на любые события. И не только честные обзоры любой техники, которая есть в игре. И не только той, которая появляется на продаже. Но если она появляется, то сразу можете смотреть обзор у меня буквально через полчаса-час после появления машины на продаже. А если это первое появление машины у нас в игре и ранее в игре ее не было, как это было допустим с BZ-75. То поверьте мне, вы будете видеть эти обзоры буквально через 2-3 минуты после того, как машина официально появляется у нас в игре. Подписывайтесь на канал. Уже 32 300 человек отдали предпочтение моему каналу. Я надеюсь, что вы сделаете то же самое. Подписывайтесь, ставьте лайки. Я снимаю специально для вас. И побежал снимать для вас специально следующее видео. О чем оно будет, жизнь покажет. Будет новость, значит о новостях. Будет танк, значит о танке. Ну а если рулетка, значит покрутим ее. Что касается, кстати, рулеток. Сегодня разработчики добавили рулетку на кастомизацию. Не знаю, ребят. Мне лично идея не нравится. Сливать голду на кастомизацию. Ничего ценного, ничего интересного. Главная награда это контейнер с атрибутами ангара. Из которых вы можете получить вот такие вот приблудки, которые будут симпатично действительно стоять в вашем ангаре. Но, по-моему, голды, которые вы на это потратите, не стоит это все дело абсолютно. Ребят, за стоимость вот этой вот рулетки вы вполне спокойно сможете себе со временем купить, ну, как минимум, годную классную семерку. А как максимум вполне себе какую-нибудь годную восьмерочку, на которой будете играть, ну и, соответственно, фармить. Поэтому не рекомендую крутить конкретно данную рулетку. Ну а что касается следующих рулеток, то смотрите мои видео и будете знать, какие шансы выпадением того или иного главного приза из рулетки. Ну и, соответственно, обязательно будем эти главные призы, если это будут танки, тестить в реальных рандомных боях. Побежал снимать следующее видео. Вам, друзья мои, мира и обязательно спокойствия. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok